Наконец, сейчас произойдет то, чего вы так долго ждали. Да, присаживайся, пожалуйста. Это же, это же, это же Катя, которая поет. Недавно запела, на Гудгейме, по крайней мере, но... Запела давно на Гудгейме, месяц назад. Ну, я догадываюсь, кто тебя привел на ГГ. Да, это Паша. Мы с ним, причем до этого пели вместе, но просто на концерты, концерты давали. Что за бэйба, говорит Black Set, ой, ты такой нубас вообще. Заходи на канал Deck Facts и... Да, и там мы поем. Вообще, мы с Пашей не общались полтора года, а потом случайно встретились. Я была на нелюбимой работе, он мне сказал, давай уходи отсюда, тебе так нельзя, пойдем петь. Где ты работала? Поговорим о плохом. Как объяснить? Когда стекла вокруг, и ты продаешь всякие безделушки. А, вот такая вот. Она не творческая, да? Вот, да. Хорошо. Давно поешь? Где училась? Где учишься? Я пою 15 лет уже. Я училась в эстрадном коллективе 12 лет. И три года я, получается, учусь в музыкальном училище. Вот. Там же я закончила на пианистку. Да, я пианистка по образованию, и так же учусь на ударницу. А на гитаре так сама. На гитаре сама научилась. У нас саботер, короче, есть под боком? Что, что, что ты хочешь? Такой вообще неугомонный. То есть ты образованный, 15 лет, ничего себе, и на фону. А почему на фону не играете, как во время трансляции, ну или клавиши? Раз было, это я приносила Паше чинить мой синтезатор, и так получилось, что он у нас был на стриме. Но так как я не знала, что он починит его так быстро, я была не готова, и как-то сейчас нет возможности пока. Но важный секрет, открою маленький, кто вот знает меня, кто знает нас с Пашей. Те, кто просил, чтобы я прошла масс-эффект на стриме, это будет как только мы приедем домой. Я в этот же день сяду и буду проходить масс-эффект. Слушай, учитывая то, что у нас аудитория главным образом мужская, всех, естественно, волнует вопрос. Какие у вас отношения с Пашей? Мы с Пашей друзья, очень хорошие друзья. У нас главный закон дружбы между парнем и девушкой, никто друг к другу не испытывает ничего, кроме как, ну, подколоть можно, ну, человек, да. Ну, подожди, подожди, такого же не бывает. Бывает. Ну, бывает. К тому доказательство. Ладно, хорошо. Хорошо. Паша, понятно, ладно, хорошо. А молодой человек есть? Нет. Ребята, ребята, готовьтесь. Чем тебя можно завоевать? Я люблю мороженое, я люблю собак. И я люблю лапшу. Лапшу, чтобы есть или чтобы вешать? Лапшу, чтобы есть. Хорошо. Слушайте, ну, у нас совпадение три из трех на самом деле, потому что любого, у кого не спроси, готов, я думаю, тебя мороженым накормить, собаку в дом привезти. И... Не надо. Хорошо, хорошо. Как они, кстати, без тебя там дома? Тоскуют, скучают. Вот, звонила сегодня по скайпу, они с мамой остались, они воют на заднем плане. Ясно, хорошо. Плохо, точнее. У нас тоже кошка осталась дома, одна скучает. Пам-пам-пам-пам-пам. Врет у нее есть молодой человек. Как ты прокомментируешь это сообщение? Что ты это комментируешь? Нет молодого человека? А если он сейчас слушает, представишь, как неловко ему? Да, его нет. Тебя нет. Друг, если что, тебя просто нет. Вот так вот. Извини, извини. Какие планы творческие? Во-первых, стримы — это же не основное. То есть ты же не зарабатываешь на стримах настолько, чтобы уйти со мной работой, правильно? Ты работаешь где-то еще? Я планирую пойти работать в филармонию своего города. После того, как училище закончишь, да? Да, у нас там, так как наше училище с ним контактирует, у нас многие студенты туда идут потом работать. По фону или на вокал? На ударные. Ожиданно это было. Почему? Ну, мне это нравится. На фортепиано я устала играть за 12 лет. Вокал не люблю. Вот именно то, что училась на академический, мне не нравится так сильно это. А ударные мне нравятся в любом его проявлении, и в оркестрах, и просто. А на академическом вокале почему не нравится? Ну, я догадываюсь, какой ответ. И ты сопрано, да, скорее всего? Я и альто сопрано. Я в двух партиях обычно сидит. Ну, когда, где надо. Впечатляет. Хорошо. Хорошо, хорошо. Какие планы творческие? Я что-то пытался спросить, но не помню ответа. Что в будущем вы планируете на трансляциях показать? Ну, вот как я сказала, ну, это не совсем творческая игру буду проходить, Mass Effect. А так, ну, планов на самом деле много. Хочу привести девочку одну, которая нам подыграет на флейте. Девочка, это всегда хорошо, да. Да, девочка нам подыграет на флейте. Думаю, синтезатор принесем, чтобы он там основался. И, да, будет синтезатор, гитара, вокал, флейта. Класс, будем с нетерпением ждать. Напоследок что-нибудь скажи. Там отписался твой молодой человек, если верить, конечно, ему. Он сказал, что я, ну, в общем... Ну, здравствуй. Вот так вот просто оказывается. Напоследок скажи что-нибудь людям. Может, пригласишь на трансляцию. Может быть, скажешь что-нибудь. Да, ребят, во-первых, вот здесь будете на трансляции, смотрите. Очень здесь все интересно. И к нам, да, подписывайтесь на нас с Пашей. Мы вас ждем всегда. Всегда рады вам. Спасибо тебе большое за интервью. Пока.